По действующей программе у нас задача по удовлетворить потребности внутреннего рынка строиматериалов в 80%, увеличить производительность труда в 1,9 раза. Что достигнуто? На сегодняшний день достигнут по итогам 2013 года 71% использования отечественных строиматериалов, при этом базой у нас был в 2009 год 55%. Производительность увеличилась более чем в 2 раза. За период ГПФИР объем производства строительных материалов в сервисе вырос в 2 раза. Так, в 2009 году 175 млрд тенге было, по итогам 11 месяцев 2013 года 363 млрд тенге. Хороший прошедший год 111% роста. За 4 года было запущено 120 проектов, инвестировано более миллиарда долларов. В отрасль строительной индустрии образовано 12 тысяч рабочих мест. Уровень производства обеспечит внутренние потребности в базовых строительных отраслях. В то же время есть еще над чем работать по стеклу, линолема, обоим, частично керамической плитки. То, что сегодня компенсируется за счет импорта. Сначала реализация ГПФИР увеличивается объем производства цемента, кровельных, теплилизационных материалов, труб из пластмасс, гипсокартона, строительных смесей. На 100% внутренний рынок обеспечен товарным бетоном, гипсокартоном, как я уже говорил. Так по цементу, Сергей Кеменович, за прошлый год 81% получился. Мы произвели 6,2 миллиона тонн, импортировали 1,6, при этом мощность 10 заводов это 10 миллионов тонн. Как мы уже неоднократно докладывали, все дело в географии. То есть плечо доставки высокое, поэтому в основном это запад и тампонажный цемент, то, что пока не производим. Но в планах отдельных заводов уже заложено выходить на этот цемент. Значит, запущен фактически запущен Сергей Кеменович в Актау завод, на что мы рассчитывали. Значит, в планах завода на следующий год 500 тысяч тонн цемента на западе, что называется, выдать. В 2014 году мы планируем все-таки запуск завода как ше-цемент на 2 миллиона тонн, что даст еще возможность закрыть по северо-западному региону потребность в цементе. Значит, по кирпичу еще есть импорт, в основном это приграничная торговля, в основном это индивидуальный сектор, но сегодня в карте индивидуализации 7 кирпичных заводов, которые мы видим, они должны эту потребность покрыть, я еще раз повторяю, это в основном индивидуальное жилищное строительство. По гипсокартону сухим строительным смесем. Сергей Кеменович, когда начинали, фактически весь гипсокартон был импортный. На сегодняшний день закрыта потребность четырьмя заводами, это КНАУФ, Жамблгипс и так далее, закрыта потребность 8,7, при этом большой есть экспорт в Среднюю Азию и даже в Россию. По лакокрасочным материалам закрыли 60%, это за счет опять новых заводов, вот, допустим, Талдыкурганский, он выдает только 5000 тонн современных красок. Значит, запущено в прошлом году, хотел бы акцентировать, два завода по производству оконных профилей. Это в Астане германские функи Кунштов и Триумф ММС в ЮКО, современнейшие заводы. Самое главное, что те профили, которые они производят, они соответствуют стандартам энергопотребления. Каждый из них по 6000 тонн в год, это примерно они половину потребности закрывают. То же самое касается стеклопакетов непосредственно. Вот в Астане КАЗ-3 стекло опять, следующий завод, как и планировали, запустил. То же самое, требования по энергосбережению. Значит, по трубам. Вообще, мощность наших общих трубных заводов составляет 800 тысяч, при этом средняя загруженность 24%. Значит, мы импортировали за 2012 год миллион тонн, за прошлый год миллион 900. Здесь в основном вопрос, это все-таки при проектировании, потому что мы с комитетом по строительству неоднократно собирали застройщиков, представителей областей, заведомо закладываются возможности импорта. И вот этот импорт фактически и срабатывает, когда мы, вернее, эти нормы срабатывают, когда мы импортируем. Вы прекрасно знаете, Сергей Медведевич, заводы Сантехпром и Кастерм, это то, что не закладываем мы батареи, которые они производят. То есть на сегодняшний день Сантехпром больше работает опять на Россию. Сергей Медведевич, по ДСК. Баладуфимедович сказал, значит, 17 всего планируется в 14 регионах, в 14 регионах, значит, 8 запущено. Я коротко хотел бы сказать, здесь самое главное, конечно, то, что вы ставите, это вопрос загрузки. Поэтому коротко, значит, Южный Казахстан, он, то есть, Акимат обязуется его загрузить не менее чем наполовину. Актюбинская область полностью загрузка, западноказахстанская, он сам застройщик, он обязуется полностью загрузить в этом году наполовину, но в следующем году уже полностью. По Паладарской области у них там меняется собственник, поэтому на сегодняшний день информация о Акиматам не представлена. Там собственник завода меняется. Тем не менее, они уже несколько домов привязали, Акимат говорит, как только собственник там заработает комбинат, они его будут загружать. По семею в Восточно-Казахстанской области на текущие 50 тысяч квадратных метров, на этот год они 10 тысяч планируют, на следующий год уже 32, ну и на последующие годы определяются. По Карганинской области 65 тысяч квадратных метров, по информации Акимата полностью будет загрузка. По Астане СК Базис, с Беловичем был разговор, он говорит, я его поэтапно ввожу и также поэтапно он обязуется его загрузить. По Талдыкургану Тимир Бетон 50 тысяч квадратных метров, значит в этом году они начинают, уже с следующего года выходят на полную его загрузку. В текущем году запланирован ввод в эксплуатацию 7 проектов, вот вчера все-таки 5 в первом полугодии, 2 во втором, вчера все-таки Газардинская область дала последнюю информацию, что с переносом ввода домостроительного комбината на следующий год. Значит, ну вот, последняя информация. Значит, по информации всех Акиматов, заблаговременно проводится работа по их загрузке. Вот, четкую программу представил Кустанай, вы на этом, на строящемся заводе, Сергей Кемедж, были. Значит, на сегодняшний день в области там уже планируется подзастройку, поэтому они запускают свой комбинат в первом полугодии, в апреле где-то месяце, на втором полугодии уже определены объемы. Значит, там по цене был Сергей Кемедж, помните, там же были мы, там и входит в титул, входит и общежитие, и АБК, то есть там целый, ну, фактически комплекс строится, не только завод вот этот. Таким образом, строительная индустрия готова обеспечить растущие потребности государственной программе доступное жилье. Основным вопросом остается мощность введенных и вновь вводимых производств строительных материалов, а также соблюдение норм эффективности и качества. Благодарю за внимание.